Привет, чуваки! Короче, это не обзор, это просто впечатление. Я просто сейчас приехал с тренировки, и там мы тренеру наклеили на доску DignX 80. И он не новый, им уже там нормально поиграли. И, значит, тренер им атаковал, и я такой, ну, обычно я лучше принимаю, а тут прям не успевал. И в конце тренировки такой, дай попробую. И, блин, ну, такая пушка-бомба летит вообще просто капец. Очень быстро. Ну, там и вращение вроде нормальное, но скорость просто капец. Я 0.9C играл, меня бесило, что там вращения мало, типа вот, а летит быстро. Но тут просто вообще какая-то бешеная скорость. Может, конечно, еще доска с накладкой хорошо сочетается, не знаю. Ну, вообще, причем я там полтренировки пыжусь Юпитер 3 на лонг 5. Вот здесь, как я пыжусь Юпитер 3. И после этого я беру Dignex 80, и там вообще ничего не надо. Ты бы типа просто махнул рукой, и оно все в стол, все с бешеной скоростью. Сложно для соперника, и капец. Ну вот, вот. Ну что это такое? И как будто бы весь мой труд обесценивается, как будто я все вот старался и стараюсь, и не попадаю. А кто-то покупает Dignex 80, и у него там вот такая пушка-бомба просто вот он. Понятное дело, что надо уметь, и понятное дело, что без техники у тебя все равно не полетит. Ну, как будто бы мне это делать в 15 раз проще, чем типа Юпитером 3. Ну, я, конечно, охренел. Что за доска, не скажу. Планирую сделать на нее обзор. Интересная доска. Если угадаете, что за доска, подарю какую-нибудь свою накладку. Не знаю, там, что-нибудь выберу. Ну, там, в пределах косаря, бушное, понятное дело. Пишите в комментариях, что за доска. И вдруг угадаете. Кстати, вот как Dignex 80 сделает тренер. Ну, короче, после такого у меня язык не повернется. Что-то плохое сказать про европейские или японские накладки. Там и Тензор, и тем более Dignex. Отличные накладки. Ничего не скажешь. Стоит, правда, космос. Но и это... Приятного тоже много доставляют. Всем удачи, всем успехов. Подписывайтесь на наш канал.